Более 500 дзюдоистов из Америки, Германии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Нидерландов, России. На сочинские сборы, в олимпийский тренировочный лагерь съехались как титулованные, так и просто перспективные спортсмены. В таком количестве весна дзюдоистов принимают второй раз, хотя в этом году даже больше, на 50 человек. На таком уровне и таким количеством людей могу похвастаться, что не только в городе Сочи, но и на юге России никто не сможет этого сделать. Это огромный труд нашего коллектива и лично председателя совета директоров Татуляна Рубена Альбертовича. Условия, созданные для тренировок, иностранцы могут сравнить разве что с Японией. Спорткомплекс отеля «Весна» позволяет пройти как серьезную функциональную подготовку, так и общефизическую. Но олимпийский лагерь называют отличным шансом повышения квалификации. Здесь уровень очень высокий, в Америке ниже. В Сочи есть все необходимое для результативных тренировок. К иностранцу много приехало. Раньше все говорили, откуда такие результаты у ЭЦУ Гамбы, какая методика. И вот они приехали сами посмотреть, потренироваться. И я надеюсь, всем очень нравится, и это будет уже как традиция, и будет чаще приезжать сюда, повышая свое мастерство и наших ребят. Многие олимпийские чемпионы в олимпийский лагерь приезжают уже в роли тренеров, считая, что для их подопечных это идеальное место для исправления ошибок. Здесь присутствуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, какие-то очень титулованные спортсмены. И просто даже молодым спортсменам посмотреть, поддержаться за них – это уже большое счастье. Приехать в Сочи стремятся дзюдоисты со всего мира. Проект обещает быть традиционным. По крайней мере, пока не закончится контракт, обещает главный тренер российской сборной под дзюдо ЭЦУ Гамба. У нас 9 подобных мест по всей Европе, где мы можем собираться в таком количестве. Российская сборная не делится опытом. В первую очередь, мы используем опыт подобных сборов для себя. Сами же титулисты используют шанс побороться на международном уровне. Руководство весны отмечает совершенству, нет предела. Поэтому развивать инфраструктуру спорткомплекса планируют и дальше.